Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. В преддверии выхода второй части игры Шелдород мне бы хотелось вернуться к истокам и посмотреть, с чего всё начиналось. А нас ждёт семья, которая оказалась в достаточно очень нехорошей ситуации. Начался апокалипсис, пришлось им прятаться под землёй. Воды мало, еды практически нет, кругом бандиты, хулиганы, варьё. В общем, ситуация не позавидуешь. Нам нужно что? Помочь, помочь им выжить. Во времена, в нелёгкие времена апокалипсиса. Нас ждёт Шелдород. Первый Шелдород. Так что играть, играть, быстренько спасать семью. Выживание. В режиме выживания вам предстоит потерять свою семью в жестоком диком мире. Доступны различные настройки, уровни сложности. Я пробовал выживать и продержался дни десять. Все умерли от обезвоживания. Я думал, что дождь будет лить просто бесконечно. Поэтому вы понимаете, что ждёт мою семью. В сценарии вы достанете особенной семьёй, с особенной целью. Достигнув этой цели, вы завершите историю и получите баллы. Настройки уровней сложности недоступны тем, кто ещё только ознакомится с игрой. Мед смысл сыграть в режиме выживания, прежде чем пробовать пройти. Ну, я вот послушался и поискал смысл в этой книге, но немного его там нашёл. Сценарий. Осада. Мать и сын остались охранять большой запас пищи, вот это мне нравится. И бензина от регулярных нападений с поверхности. Сможете ли вы продержаться 50 дней, до возвращения отца? С РВ. Не знаю, что такое РВ. Ну, наверное, отец всё-таки ушёл по каким-то важным делам. Я совсем чуть-чуть посмотрел на эту осаду просто одним глазком, чтобы иметь хоть небольшое представление. Практически ничего не знаю об этой игре, но тем, наверное, оно интересней. Заморозка. Семья провела полвека в креозаморозке, затем их пробудили и сказали, что они – последняя надежда человечества. Нужно дойти до новую планету и основать колонию. Смогут ли они запустить ракету и покинуть Землю? Эмбрионы, семена, книги, дней. Рекорды. Кто-то, наверное, ставит рекорды. А нам продержаться бы 50 дней. Ни больше, ни меньше. 50. ОСАДА Но беда в том, что у нас припасы на исходе. Чёрт, но я когда увидел, сколько здесь припасов? Сколько здесь еды? Мы бы здесь могли много прожить. Но, наверное, всё равно они же когда-нибудь закончились. Поэтому отец решает идти на поиски припасов. «Скоро мне придётся выйти наружу и поискать припасы». «Ты собираешься нас здесь бросить? Одних?» «Не уходи, папочка. Отстанься, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты уходил. Мне страшно». «Не волнуйся, малыш. Здесь мы будем в безопасности. Вы будете в безопасности. Вы. Потому что я ещё раз говорю, мне нужно уйти на РВ. Но я не хочу, чтобы мы остались одни. Возьми себе руки. Ты уже большой. Крепись, дружок. Что ж, давайте узнаем, что у нас есть». «И вот видишь, первый забулдышка. Увидел лючок. Проклятье, как жаль, что это пиво не холодное. Как они? Вот смотри, этих алкашей ничего там не берёт. В этих пустоши. Ни радиация, наверное, ничего. Там же всё выжжено. Выжженная земля. Ничего живого нет. А они живут. Ну что у нас, чёрт побери, тут? Здесь пива нет. «Дэйзи, Бобби Джо, шляпайте-ка сюда. Кое-чего нашлось. Вот и гад. Надо было веточками примаскировать этот лючок-то. Припрятать. Надеюсь, это что-то стоящее, Кутер. Босс идёт. О, Дэйзи голодна. Где еда? Дэйзи, смотри, ещё та красотка. Брюшко у неё прям такое. Еды ей надо много. Здесь нет еды, малышка, Дэйзи. Спорим, тут кое-что получше еды? И вот босс. С пистолетом. Меня не перестаёт поражать твоя некомпетентность во всех сферах жизни, Кутер. Что это? Гляньте пока мокрой. Гляньте, чего я тут нашёл. Блестященькая, славненькая. Топорик армейского образца и свинцового сплава. Лезет к нам, гад. Ну, у нас двери. Двойные двери. Разве это не интересно? Меня зовут Мэк Рой. Приветствую вас. Мне хотелось бы войти. А здесь никого нет. Никого нет, все ушли. Зачем ты ответил? Кто? Кто там? Что вам здесь нужно? Кто там, папочка? Кто там? Похоже, у вас там ребёнок. Я не из терпеливых, поэтому повторять не стану. Впустите меня сейчас же. И я обещаю, что ни вам, ни вашему ребёнку не причинят вреда. Супруга молчала. Вот умная женщина. Промолчала. Они знают только о ребёнке и отце. Надо было всем молчать. Уходите, пожалуйста. Нам не нужны проблемы. Просто уходите. Вы меня не порадовали. Я ещё вернусь. Я убью вас обоих. Ха-ха. Сначала ребёнка, затем и тебя. И при всём при этом, да, зная вот то, что он и обещал, отец собирается уходить всё равно. Он всё равно уйдёт. Мы больше не сможем здесь оставаться. Выходить наружу сейчас слишком опасно. Мне придётся выйти и поискать другое место. А тем временем нам нужны припасы. Я скоро вернусь. Я люблю вас обоих. Ушёл. Ну вот мы и начинаем выживать. В осаде. В осаде. Значит, смотри. Я был очень приятно удивлён. Я просто посмотрел, что здесь. А здесь просто уймы. Большая кладовая. Пайки. 250 пайков. Здесь всё забито едой. В ящиках там что-то есть. Есть пейс для изготовления патронов. Как им пользоваться, не знаю. Есть лаборатория какая-то. Чё-то там нужно делать. Есть сжигатель. Есть плита. Есть генератор. Всё есть. Вода. Воды, правда, наверное, маловато. Есть аптечка. Там и антирадиация. И бинты. Так. Давай замедлим время. Тут пока болтать буду смотреть. Кто-нибудь придёт и убьёт. Есть боксёрский мешок. Нужно для отработки. Есть душ. Есть туалеты. Есть и хорошие. Есть и прекрасные. Есть даже полка с книгами. Всё это есть. А здесь есть кислородный фильтр. Уже начинает портиться. И здесь водяной фильтр. Так. Есть Диана. Ну, Дина. И есть синишка Коля. Колька. В общем, чё мы будем делать? Как-то нужно выживать. Ой. Тут делать есть чего. Но много чего я просто не знаю, что для чего. Ну, постель у нас есть где спать. Поэтому, я думаю, не надо. Есть и лог. Ловить. Всяких там животных, наверное. Тоже не пробовал. Есть туалет ведро. Но зачем нам ведро, если у нас комфортное. Просто. Есть ловушка с ба... Вот надо, знаешь чё, ловушки всякие. Натяжная проволока, нейлоновый провод, прикреплённый к куску дерева. Натяжная проволока используется, чтобы ставить ловушки внутри укрытия. Вот как-то с этими простыми вещами я ещё более знаком. Потому что пробовал там выживать. А вот это вот второе... Я совсем не знаю. Вот предметы, да, это бы хотелось, но... Где взять? Где взять кожу? Где взять нейлон? А здесь кофемашина. Поможет вам приготовить немного чудесного свежего кофе. Кофе вытоляет жажду, снимает усталость. Для приготовления кофе необходимы 5 единиц воды, немного кофейных зёрен. Вот что мне нужно, это, наверное, всё-таки... Какое-нибудь ружьё. Где его взять? Тоже непонятно. Лаборатория у меня есть. Рассадник. Ну, лампочки нет. Ну, что-то такое, мини-тепличка какая-то. Не видел, не знаю. Президент для оттавления боеприпасов, но из чего стрелять? Зачем он нужен? Перерабатывающая станция может разобрать любой предмет на составные части. О, это хорошая вещь. На составные части. Самодельная бомба, это тоже хорошо. Просто не кардида у нас, не проводов, ничего. А здесь, смотри, конденсаторы, большие холодильники. Датчик движения. Ловушка с винтовкой. Камера видеонаблюдения. И что-то есть особенного, но этого у меня нет. Было бы, но нет. Так вот, с чего я думаю начать. Мы начнём с того, что возьмём костюм. Время, наверное, вернём, как обычно. И отправимся чинить. Отправимся чинить. Ты тоже возьми костюм. Я думаю, что мы первым делом приведём всё в божеский вид. Потому что когда там отец придёт, неизвестно. Маленький костюмчик. Маленький жёлтенький костюмчик для Колики. Взял и пошёл с мамой на поверхность чинить. Я просто дожил до того момента здесь. Ну, просто хотя бы, когда пришёл первый бандит. Это, по-моему, была даже она. И всё. Пока что чиним. Пока что чиним. Смотри, нужно потом попить. Можно даже назначить, да? Чтобы она потом попила воды. Потом... А вообще можно как-то автоматом всё поставить. И пускай бегают. Если нужна, возникнут. Пускай сами этим занимаются. Робот, да? Она как робот. Всё, смотри, починили. Водяной фильтр. Кислородный фильтр. Ну, водяной фильтр – это когда дождь идёт. Вода фильтруется, наполняется нашей бочкой. Я так понял. Вот смотри, генератор сейчас тоже не очень-то исправен. Его бы тоже починить. Сейчас Колька пускай вернёт костюм. Колька, пойди почини генератор. Мама пошла прям в костюме пить, да? Так, отставить. Верни костюм на место. Я ещё не привык, конечно, с ними как бы там обращаться. Так, в общем, что ты хочешь? Попей воды, потом пойди поспи. Хотя, я думаю, что нужно... Ну, а зачем ресурсами сейчас разбрасываться? Кровати у нас здесь есть. Поэтому есть где спать, поэтому не будем ничего строить. Всё, Колька отремонтировал, молодец. Тоже воды захотел пить. Ну, конечно же. Смотри, давай поешь тоже. Поешь, если хочешь. В туалет можешь ходить. Сходи, беги. Правда, ну, далеко всё находится. Ну, а что делать? А мы пока что-нибудь поизучаем. Ловушка с банкой краски, но нету краски. Нет банки краски, да? Есть здесь возможность вот эту ловушку делать. Ловушка с кольями. Поможет остановить незваных гостей, которые прорвались в ваше укрытие. Необходима одна натяжная проволока, чтобы установить её. Но натяжная проволока, я знаю где, вот она. Но опять же, нужен нейлон и древесина. Может, мы, конечно, это всё и сделаем. Но чуть попозже. Колька ест, бабка спит. Пока всё спокойно. Ну, смотри, еды много, бензина много. Воды как бы, ну, хватает. Хватит ли на 50 дней? Сомневаюсь. Но еды должно хватить. Если её не будут похищать, наверное. Да? Я сейчас немножко скорость... Чтобы как бы побыстрее, да? Так, мам, мать, ты очнулась, да? Душ хочешь принять? Нет, знаешь что? Ты давай тренировками займись. Потому что... Нет, нет, но кто-то придёт. Колька, что ты хочешь? Спать хочешь? Да что такое, а? Давай-ка быстренько пошёл поспи. День второй. Солнце встаёт. Зайцы бегут. Так, потренировалась? Они идут, приготовьтесь. Они идут. Вот. Вот она, смотри. Оборванец. Голодранец идёт за нашими припасами. И вот, когда я... Она сейчас начнёт колотить и двери. Я пробовал, думаю, ну, как-то можно же защитить, остановить. Нет. Оказывается, наверное, двери нужны для того, чтобы выиграть время. Чтобы подготовить, может быть, ловушки или что-то такое. Но как-то защитить... Может, и можно, не знаю. Но у меня не получилось. Так, быстренько поднялись и ждём. Я чую это. Дайте мне это. Чует еду. Понимаешь? Правильно. Через весь бетон, через весь пол она чует мою кладовочку. Ну, а нам остаётся ждать. Нам остаётся ждать и встречать её. Я думаю, что время я быстренько... Вот. Встреча с группой вторжения. Ничего не делает. Крепкоспящий, пессимистичный. Следующий человек. Никто. Диана. Установить. Значит так. Труба. Можно взять древесину. Требуется 10 сил. Урон 10-14. А здесь урон 8-12. Да? Точность. Точность. Но здесь точность снижена. Урон 10-14. Урон 8-12. Слушай, давай попробуем... Установить. Подтвердить. А ты возьмёшь... Вот это. Сила 10 у неё, да? Вот. Смотри. Беатрис пришла. Значит так. Можно защищаться. Можно атаковать. Но... Если я бы видел, на кого хотят сейчас нападать... Давай просто атака. Рукопашная. Вот трубой по голове. 15, 10 и 11. Неплохо. 3. 3. 3. Ломиком. Ломиком по башке. Ну что, теперь Колька атакует. Рукопашную бревном. 7. 7. 7. Всё по 7. Так, ну что ж. Атака. Продолжаем. Рукопашная. Кровотечение у Беатрис открылось. Ух ты. Обезоружил. Обезоружил. Ну, можно поднять, да. Но я думаю, что тратить действие... Просто атака рукопашную кулаком. Колька с кулака просто. С маленького сквозь кулачка Беатрис уложил. У этой Беатрис был песок. Очень мелкая смесь минералов и камней используется для создания предметов. И сломанный лом. Ну понятно. Она же мать лупила мою этим ломом. И погнула, представляешь? Теперь он хрупок и бесполезен. Но мы возьмём его. Я думаю, что... Его как-то можно будет переработать или что-нибудь такое. Вы завершили. Сила. Ловкость. Травма. Тревога. Двери испорчены. Значит, вот что. Колька. Берись чинить. А мать сейчас займётся трупом. Можно сжечь. Можно собрать урожай. Но собрать урожай... Ты представляешь? Я не могу собрать. Это сейчас. Нам нужен холодильник, чтобы хранить мясо. Она могла разделать его. Вот. Я сжёг труп. И на этом я остановился. И думаю, я готов. Я уже готов жить и выживать в этих пустошах. Вообще, смотри, она потащила просто как мешок какой-то это всё. А может, она в мешке это упаковала и понесла. Правильно. Наверное, так и было. Завернула во что-то и потащила. Сжечь в печку. Может, что-то полезного из этого получится. Не знаю. В общем, не знаю. Итак. Ну, после чего? Нужно перекусить, наверное, ждать. Принять пищу. Здесь-то что? 89, 88. Всё работает. Всё исправно. Эффективность инструментов 10%. А вот это тоже интересно. Эффективность инструментов. Это, наверное, немаловажная вещь. Но как эту вещь улучшать, может быть, нет. Подожди. Нет. Он максимально улучшен. Как сделать эффективность инструментов больше? Тут вопрос. Не знаю. В общем, второй день. Второй день идёт. И я сейчас буду вот что делать. И это тоже пробовал. Ловушка. Ну, это колька. Колька, а ну-ка, дверь брось. Создать предмет. Но чтобы ловушка была активна, чтобы её можно было активировать, нужно проволоку. Так, а я уже создал быстро или нет? А, нет. На. Колька пойдёт, наверное, создавать её, да? Так, слушай. Ну, ты давай отдохни тогда, что ли. Или нет? Давай потренируйся. Я сейчас скорость немножко увеличу. Колька просто вымотался уже. А мать тренируется. Пускай, 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 пускай тренируется. Нам нужна сила. Вот, отлично. Так, ты всё. Ты уже, у тебя сил нет. Быстрая на койку. У нас здесь может разместиться целая армия. Но лучше не надо, потому что еды на всех не хватит. Лёгкая пылевая буря на поверхности. Чем она опасна, не знаю. Но был бы дождик, была бы радость. Потому что если был бы дождик, тогда бы заполнились наши баки. Я вот думаю, ну, если пойдёт дождь, нужно сразу строить резервуар. Чтобы они не наполнялись. Так, выспалась? Молодец. Давай-ка, сходи в туалет. Прими душ. Так, ты тоже? Давай, прими душ. Кстати, надо посмотреть. 120 воды, когда они будут принимать душ, расходуется лето. Или, может быть, вода также расходуется на приём туалета. Тоже надо посмотреть. 119. Да, похоже, 116. Конечно. Ничего себе, 115. Какой душ? Вы будете жить без душа, без воды. Вы чё, такой расход воды? Нет-нет-нет, какой душ? Так, ладно. Ну вот, покупались. Значит, пить больше не будете. Надо было пить воду, когда купались. Теперь даже не знаю, что делать. Давай, иди пей. Ладно. Я сегодня добрый. Попейте воды. Так, попили. Молодцы. Теперь за ремонт улучшить. Петли нету. Петли нету. Ничего, пускай будут деревянные. Но надо починить. Надо починить. Быстренько пошли. Починили. Может, конечно, стоит задуматься. Я просто не знаю, что меня ждёт в будущем. Стоит ли создавать небольшие силки? Огнетушитель, например, да? Эта машина поможет вам приготовить немного чудесного свежего кофе. Кофе утоляет жажду, снимает усталость. Для прикормников необходимо 5 единиц воды. Ну, всё. Да. Забудьте про кофе. Музыкальный автомат. Удобный душ. Ну, пускай чинит. Пускай чинит. Я скоростушки добавлю. Так, что там Колька? Колька, в принципе, возьми костюм. Я думаю, что... Сейчас быстро сбегаешь на поверхность. Починишь вот это, а затем вот это. Это твоя задача. Пока мамка разбирается с дверью. Вот, молодец. Вот и хорошо. Так, костюм на пауку верни. Кстати, да. Я думаю, что... Не помешала бы нам влажная уборочка. Вот ведро и швабра я всё-таки, наверное, изготовлю. Потому что, ну, в конце концов, в грязи жить, это тоже никому никуда не годится. Колька готов? Готов. Быстро на тренировку. Быстро на тренировку. Чё-то никого нету. Жду-жду, никого нет. Так, мама. Очистить укрытие. Слушай, я за воду начинаю переживать. Я как увидел, что в душе такой расход идёт. Ого-го. Интересно, полы я мою. Расход идёт. 112. Это же на всех четырёх этажах. На каких-то четырёх. Пятиэтажное у нас. Пятиуровнее у нас убежище. Надо помыть полы. Быстренько попротирали всё. Чтобы было чисто. Всё? Грязи нет? Грязи нет. Значит, быстренько чинить генератор. Всё должно быть готово. Готово. Отец вернётся, скажет, чем вы тут без меня занимались? В туалет терпи, не ходи. В туалет не ходи. Не надо. Там вода. Расход воды идёт. Чем тебе заняться, даже не знаю. Может, конечно, можно было бы ловушку ещё одну соорудить, да? Ну. Блин, расход. У меня тут-то и вещей-то маловато. Чем-то заняться. Слушай, сделать перестановку в укрытии. Точно. Как это можно? Вот. Я сейчас... Слушай, ну хотя бы здесь поставить. Вот. Так. Печку. Так-то оно лучше будет, правильно? Что мы там бегаем? Вот. Вот это хорошо. Подожди, что я сделал? Просто первый раз делаю такую перестановочку, поэтому... Подожди. Так. Подтвердить, да? Подтвердить. Нет. Дальше. Сделать перестановку. Сделал. Подтвердил. Всё. Молодец. Теперь кровать мы хотели. Сделать перестановку. Кровать где-нибудь здесь. Вот так. Вот так-то будет лучше. Кстати, туалет можно тоже перенести. Какая разница. Где его можно вот тут? А вот тут возле кровати. Очень удобно. Ну и душ, естественно, да? Четвёртый день. Четвёртый... Ну и душ сразу. Почему бы и нет. Вот так. Всё будет... Ну... Подтверди. Всё будет в одном месте. Так, ты чё сюда забрался, в подвал? Быстро наверх. Ну, время идёт, а я толком не пойму, чем мне бы заняться. Понимаешь? Мне бы решить вопрос с водой. Может, что-нибудь... Кстати, подожди. Давай... Бинт, например, изготовь. Почему нет? Бинты должны быть. Тихо, спокойно. Скорость, остановись. И вы всё время тренируйтесь. Тренируйтесь, тренируйтесь, тренируйтесь. Сделать нечего? Тренируйтесь. Вот. Повысил ловкость. Молодец. Тренироваться. Ещё тренироваться. Коля повысил свою силу. Молодец. Так, чё, мать хочет поспать, наверное, да? Спать, двухъярусная кровать, спите вдвоём здесь. Пошёл воду расходовать, гад. Колька. Ну, пускай уж моется. Так, что у вас? Смотри, никто не приходит. Никто не приходит. Знаете что? Тренироваться. Так, подожди. Не создать предмет, а сделать перестановку. Дай эту... Грушу. Вот, здесь повешу. Колька. Блин. Колька. Оставь эту полку. Да чтоб тебя. Они идут. Идут. Двое. Быстро сюда. Быстро сюда. Установить ловушку. Вот. Лёгкая пылевая буря. Всё собрали здесь. Колька впереди, мать позади. Семьдесят восемь. Семьдесят четыре. Ну, давай тогда быстрее, чтоб они уже быстрее проломили. Да? Не, ну как-то ж можно сопротивляться этому. Время веселиться. А ну-ка. Ловушка. Чё, нет? Нет. Похоже, нет. Установить. Так. Семь силы. Колька, значит восемь силы. Чё-то тебе это не подходит. Бинтик возьми. Подтвердить. Установить. Установить. Подтвердить. Да. Двое. Смотри, это это без ничего. Это с этим, с монтировкой. Нужно её, наверное, первую бить. Как только выбрать, я не знаю. А, вот. Нажмите для выбора цели. Выбрали. Значит так, атака. Двенадцать. Пятнадцать. Одиннадцать. Колька. Рукопашная. Девять. Ну, Колька бьёт. У него силы мало. У Кольки. А без оружия не удалось. О, ещё восемь. Она рукой почти нас уничтожила. Без инструментов. Это мужик какой-то. Сэлли. Блин. Слушай. А ну-ка. Мёртв. Хорошо. Колька защита. Препятствие. Отлично. Атака рукопашная. Не, ну, бить его, конечно, даже кровотечение, но просто сил у него побольше, чем у этой дамы. Колька в защиту. Зря защищался. Он тебя не трогал. Пробежал мимо. Атака. Спокойно. Таколька в атаку. Отлично. Бинты. А, может быть, это наши бинты, да? Песок. Сломанный лом. Известняк. Поломанный телевизор. Если его можно переработать, но у меня нет перерабатывающего станка. Батарейки. Сломанный кассет. Так он с кассетом, наверное, был. А починить их можно или нет? Блин. Слушай, ну победа-то победа. Победа-то победа. А ловушка сработала или нет? Вообще непонятно. Травма. Фу, какие у тебя грязные ногти. Слушай, а чем травму-то лечить? Можно я вообще лечить? Зачем ты? Ты что делаешь? С трупом что-нибудь ты будешь делать? Сжечь. Колька, слушай. Антирадиация, бинты. Нет, 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 нет. Колька, знаешь что? Создать предмет. Медикамент или восстановление здоровья. Вот что. Ну, тут у нас мало... Мало припасов. Кстати, печку нужно тоже переставить. Так, Колька. А ну-ка взять, использовать аптечку. Как это помогает нам? О. Ну, наверное, все-таки разумно. Это когда совсем плохо. Так. Улучшать не получится. Чинить. Быстрее. А то сирена нас замучает. Сжечь. Ну, мамка себя хорошо чувствует. А может здоровье само восстанавливается? Не знаю. Так. Первая пришла на второй день. Эти на пятый. Когда придут другие, кто его знает, да? Блин. Ладно. Знаете, я пока что, наверное, все-таки остановлюсь на этом. Это будет такая вступительная часть. А дальше посмотрим. Уже шесть дней. Папка придет через сколько? Сорок... Сорок четыре дня осталось ждать папку. Он ситуацию разрулит. С этими бандитами. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.